Добрый день! Мы с вами находимся на дороге, ведущей в порт Аранзас. И это единственная артерия, которая соединяет этот порт с большой землей, так ее назовем. Если вы обратите внимание, вот я поверну в сторону, смотрите, вдоль дорог некошенная трава. Не потому, что техасцы не любят свое место, и не потому, что они ленивы, а потому, что это так положено. Потому что эти территории, смотрите, мы находимся на севере острова Бадре, и эта территория очень излюблена отдыхающими. И весь юг острова Бадре застроен отелями, сплотную один к одному. Индустрия отдыха работает шикарно. А на севере вот такие огромные пустые территории, которые вы сейчас можете наблюдать. Потому что этот север, он подвержен наводнениям. Он подвержен наводнениям, и поэтому вот эта некошенная трава, она выполняет определенную работу. Она не дает почве размываться так, как это бы происходило, если бы они эту траву косили. Огромные валуны вдоль дорог. Это сваливается сюда то, что выбрасывает море на берег. Чаще всего это просто очищение от грязи или от водорослей, которые уже отработали свое. Их не вывозят и не перерабатывают, потому что они выполняют ту же самую защитную функцию. А сейчас мы уже будем въезжать в зону острова Порт-Аратсас, на котором отважные капиталисты все-таки продолжают застраивать его отелями. И я называю их отважными, потому что они делают это на свой страх и риск. Причина в том, что... Хочу поближе сделать вот те же здания. В том, что страховые компании не соглашаются на полноценную выплату страховки. То есть, если вы здесь построили здание до 40-го года, то оно оплачивается полностью. Вот, кстати, большой-большой отель у нас. Здесь три больших, самых лучших, самых лучших отеля. Один вот из них Принцесса Майен. Это третий по рейтингу отель, который расположен на севере. А два мы сейчас пройдем. Я начала говорить о страховых компаниях. То есть, те отели, которые были построены до 40-го года, они полностью обеспечены страховкой. То есть, если что-то произойдет, полная стоимость здания будет выплачена. А те, которые строятся после 40-го года, они строятся с очень небольшим покрытием страховых. То есть, я только что сказала девочкам, и я хочу еще раз вам повторить, капитализм – это здорово, потому что даже зная, что вы подвергаетесь большому риску, люди все равно продолжают здесь строить. Продолжают строить, потому что это выгодно. Туристический бизнес – это всегда выгодно. И они, вот сейчас вот у нас эти домики, вот цветные все, это все отельчики небольшие. И 15 лет назад здесь было всего 5 зданий. Сегодня вы видите, это целая деревня. Потому что те, кто вложил сюда капитал, они понимают, что до тех пор, пока не наступит очередная буря, они смогут вернуть свои деньги. Поэтому вот таких больших зданий практически не строится сейчас, потому что это строится на частный капитал. И они хотят быть уверены в том, что они свои денежки вернут. Сейчас мы будем подъезжать ко второму из трех. Это был первый «Принцесс». Сейчас у нас будет «Ройл». Это самый дорогой. Самый дорогой и самый престижный. Вот они с голубыми крышами сейчас у нас будут. Да, здесь очень много европейских туристов. Они любят приехать сюда и отдохнуть. И вы тоже обратите внимание, всего четырехэтажное здание. Всего четырех, несколько корпусов. Очень хорошо внутри, очень просто снаружи. Но это очень высоко, высокого уровня отель. И это единственный отель, куда здесь вход по пропускной системе. Надо чуть подальше сделать, чтобы у нас не мельтешило в глазах. А третий номер два, который... Вот он следующий. «Ла Мираж». Это «Мираж». «Ла Мираж». «Ла Мираж». Это у нас что-то по-французски. «По-испански». «По-испански» это у нас «Ла Мираж». Вот это тоже невысокий отель. И причина уже мы ее с вами оговорили. Да, первый этаж, он даже не четырех, а трех. Потому что первый этаж это сваи. На случай затопления, первого этажа нет там парковки. Но все остальные этажи могут уцелеть. И не испортится мебель, пол и прочее. То, что нужно будет восстанавливать. А мы сейчас едем на ферри. И мы с вами встретимся через несколько минут. Пока. Пока.